Раз, два, три. Проверка микрофона. На связи Капотня 32. Кузовной ремонт МЗАП поступил на полировку автомобиль, махав большой, комфортный, черный. Прежде чем мы приступим к самому процессу полировки, хотелось бы вам показать, как выглядит, в принципе, любой автомобиль. Не новый, ну, не любой, 99%, я думаю, вам заметно, выглядит именно так. То есть большое количество разной степени глубины и толщины царапок, достаточно, видимо, невооруженным взглядом все это. Двери. Сейчас мы просто пройдем вместе, посмотрим все, как это. Достаточно печально на черном цвете. Вторая дверь. Вот, очень глубокая царапина. Затерта, возможно, губками после мойки. А вот, когда солнце не светит, в принципе, все достаточно приемлемо и ничего особо не видно. Также большие повреждения, то есть много маленьких повреждений. Геометрии незначительные, конечно, на плоскости, но когда угол обзора такой, который позволяет заметить, их видно хорошо. Капот. 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 Приемлемо все выглядит. Есть куда хуже автомобиль. Ну а наша задача сделать его как новый. Полная полировка кузова с устранением всех недочетов по ОКП. Первым этапом мы машину загнали на мойку, полностью ее все отмыли, подкрылки, проемы, максимально все вымыли, вычистили, чтобы она была чистенькая. Дальше у нас идет очистка от битума, вот берем такое средство, у нас вот, у нас такое, не реклама. Следующим этапом берем абразивную пасту, у нас кох и такой вот бордовенький кружочек. Вот, когда их красивенько разложили. Вторым этапом уже берем пасту промежуточную, она тоже содержит абразив, но более мелкие. Но опять же, это на усмотрение мастера, кто делает, если нужно, проходит, не нужно, можно сразу брать третий номер и уже наводить, как говорится, красоту на машине. Кружочек используем вот такой, мягенький. Ну и завершающий этап, добивочка будет, нанесение такого легкого полимера, чтобы все это подольше ходило и радовало хозяина. Завершили работу по полировке автомобиля. Конечно, жаль, что нельзя выехать на улицу и при солнечном свете вам показать всю прелесть получившегося результата, так как там дождь идет, ливень. Да, а тут у нас, к сожалению, возможности пока нет поставить специальное освещение и показать вам, как выглядит подкрите. Но я думаю, даже при таком освещении скудном вам заметен результат. То есть любой участок, ну, есть, конечно, на УКП уже вот такие вот пробои до металла, да. Незначительный пробой, но уже, к сожалению, эта полировка не убирает. Их достаточно много, таких нюансов. Вот, да. Самое интересное, после полировки проявляется вся глубина цвета. Если до этого был черный автомобиль и краску можно было оценивать только как черную, сейчас можно увидеть вкрапление металлика, так называемого, да. Это частицы и золотые, и серебряные. Если угол меняется, освещение, то зеленые. Я постараюсь сейчас вставить просто кадры, которые были до полировки и после полировки. И можно будет наглядно сравнить на левой водительской двери разницу, разницу. С погодой, к сожалению, не подфартило. И будем довольствоваться вот таким результатом визуальным. Трехэтапная полировка. Сейчас попробуем взять интервью у мастера. Что он нам может по этому поводу добавить? Ты хочешь меня поснимать? Я уже снимаю. Я хотел у тебя просто несколько слов. Твое мнение вообще о проделанной работе. О проделанной работе? В целом, я так могу сказать. Если автомобиль не имеет труд. Если автомобиль не имеет каких-то конкретных повреждений на ОКП, то есть пробоев до металла или до грунта, то полировка в значительной степени может убрать все детенки. Да, при грамотном подходе, правильном подборе материалов, пасты, кругов, ну и, скажем так, при правильном подходе к полировке. То есть если мастер умеет разогревать металл до нужной температуры и плавить лак, то можно без особого ущерба для ЛКП все отполировать и убрать все микроцарапинки. А глубокие царапины, они по большей части заплавляются. То есть задача мастера стоит в том, чтобы максимально вытащить глубокую царапину наружу и чтобы она прополировалась как бы изнутри, чтобы ее было меньше видно. То есть либо есть другой вариант абразивное вышкуривание, но я считаю это не вариант, потому что уменьшать и так не такой уж толстый слой ЛКП, мне кажется, это плохая идея. Лучше располировать, заполировать по максимуму, чем механическим, скажем так, путем выпиливать лак, там, сглаживать, чтобы канавку убрать. Я думаю лучше полировать. Я с тобой полностью согласен в этом вопросе. Так. Ну а на этом будем прощаться. Больше полезного и познавательного видео. Где, Паш, можно увидеть? В телеграме, в нашем телеграме. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok